С чего таких уличных тренажерных площадок Кустаная в этом году установят 22 тренажеры, предназначены как для детей, так и для взрослых. Максимальная весовая нагрузка 120 килограммов. При этом устанавливают тренажеры не только во дворах многоэтажек, но и в общественных местах, например, здесь в Центральном сквере. Делается ДД того, чтобы как можно больше горожан привлечь к занятию спортом. Стоит признать, впервые за многие годы на преображение кустанайских дворов из городского бюджета выделена весомая сумма – 150 миллионов тенге. Помимо тренажерных площадок, на эти средства будут отремонтированы 9 мини-футбольных полей и 25 детских дворовых участков. Для сравнения, в минувшем году была установлена всего одна спортивная площадка. У нас сейчас в очереди состоит больше 100 детских площадок. И мы надеемся, что за эти 2-3 года мы эту очередь сократим или вообще посырочить, чтобы не было. А как вы упирались площадки? Проводился объезд в марте-апреле месяце, наверное, проводился объезд предварительный по всем площадкам, на которых, значит, по подданным заявкам жителей. Еще ставились площадки у нас по запросам депутатов, например, тоже по сходам жителей. Батербег же Махамбетов пояснил, что там, где территория позволяла, установили сразу несколько новых площадок для разного возраста. Появились и в некоторых дворах и новые игровые поля. Там же, где места недостаточно, устанавливают один или два модуля. Кто будет отвечать за сохранность обновки, пока не ясно. Так как мы ставим для жителей дворов многоэтажных домов, они находятся на обслуживании ПКСК. Поэтому, если брать так, мы ставим для жителей тех домов, которые обслуживают. Поэтому мы постарались, чтобы брали на себя ПКСК. Но ПКСК могут только заявки подавать, а потом, когда площадка ставится, они отмахиваются, говорят, что это не наш. Подход неправильный, поэтому в этом году будет еще раз с ними проведена разъяснитель беседы, чтобы кроме ПКСК никто за площадками ухаживать не будет. Как говорят в Акимате города, новые площадки просят установить и жители частных домов. Но пока такой практики нет. Либо не позволяет площадь, либо свободный участок находится в частной собственности. Все запланированные на этот год работы подрядчик завершит до конца октября. Алексей Басарнов, Ярослава Богатырева, РТН.